Здесь сейчас одна дама нашла какое-то очень классное калия. Что здесь? Какие-то цветы с какими-то бокалами. Похоже, что это делали сами. Что это такое? Это похоже... Может, это little people, я не знаю. Здесь очень много стекла. Что это? Поиск какой-то? Паузи. Какой-то поиск под названием Паузи. Похоже, винтажный за 80-е годы заяц. Made in China. Вывезли. Что такое связано с Новым годом? Лампочка. Какое-что взяла? Чуть позже покажем. Мне кажется, что я нашла целый пакет лего. Может, это какой-то мусор. Вообще, я вижу вот эти вот от лего. Тут какой-то носок. Какие-то бумажки. В общем, мне сейчас надо будет это. Все, что связано с лего, вытащить отдельно. Это, видать, мне кажется, что это кто-то делал сам. Но эти уже почти что отваливаются. Но это их можно зашить. Точнее, пришить. Я ее оставлю. Я так взяла вам показать. И уже он там вот вывозит эти пины. Я вот нашла вот эту вот. Это обычная простынь. По-английски это называется fitted shit. Fitted это означает, что она идет, видите, она вот так вот идет вокруг матраса. То есть, она не будет ездить по всей кровати. И это тоже от этой компании Pantry Bar. Кстати, fitted shit. Мне нужно будет на интернете найти этот дизайн, потому что мне нужно будет также ее постирать. Но они неплохо идут, эти fitted shit. Нашла какую-то машинку. Полиция. Полицейская. И вот они Hot Wheels. Ничего. Это за 2016 год Ford. Это Greenlight, похоже. Компания. Не знаю, пока тяжеленько. Я вот нашла этот платок. Это винтажный платок от компании GEP. Это у GEP. Я знаю, потому что я там также работала. У них это логотип винтажный. Сделан он в Италии, этот платок. Но он не шелковый. Такой вот. Я нашла вот эту. Сейчас покажу. Это от компании Sundance. Sundance это не дешевая компания. И что это за компания? Это такая же компания, как Anthropology. они продают вещи таких не очень известных в штатах компаний. По-моему, здесь пятно. Да. Но я это могу отстирать. Вот такая в этом Sundance магазине она будет стоить где-то 100 баксов, если не больше. Нашла вот такие новые носки. Здесь написано Ангора. Я не понимаю, кто тут изображен на картинке. Убейте меня. Или это как половина зайца с кем-то? Я не понимаю, что это за животное. Я никогда такого не видела. Где они сделаны? Написано, нет? АЭС. Я не знаю, что это за страна. Может, Айсленд? Ютюбер. Может, Айсленд? Вот сейчас книги подумать. Чем плохая шляпа, да? Соломенная шляпка. Я сейчас пойду. Вот это вот такая винтажная накидка. Вот это то, что выкидывают. Насколько я вижу, что она сделана из норки. Это где-то за сороковые годы. Но я ее не буду покупать. Я там взяла, чтобы вам показать. Эту я тоже ее не возьму, потому что она, ну, как бы на ней спали. И эти цветы, они блеклые посередине. Что тут есть еще? Сейчас. Я нашла такую Найки детскую. куртку, но я ее тоже не возьму. Я нашла вот такое вот покрывало. Я не могу найти от какой-то компании. Оно как бы двойное. Здесь вот сделан такой пэтчверк. Очень симпатичный. Я пытаюсь найти, пыталась, точнее, этикетку, что за компания, чтобы что-то было написано. Абсолютно ничего не могу найти. Ну, здесь взяла нашла вот такой платок. Я его ставлю. Да, что было в том пакете, в кульке, в нем были вот все вот эти вот лего. Видят, вот здесь человечки. И как я это буду продавать? Это продается по паунду. То есть, я дома взвешу, сколько это паундов. Может, здесь будет около двух паундов. Я напишу 2 pounds of лего. И вот так вот я это выставлю. Выставлю на аукцион. Думаю, начну за 10 баксов. Я думаю, я за эти лего заплачу где-то может 1,5$. Я думаю, что я их смогу продать где-то за 15. Может, за 20, за 25. Я не вижу. Но очень классно. Видно, что, знаете, оно качественное. Но никаких этикеток абсолютно ничего нет. Что тут еще? Я вот нашла вот такую новую. Я взяла, чтобы вам показать. Тут блестит статуя свободы. Написано Нью-Йорк. Я нашла вот такой вот плечики такие. 2,95$. То есть они такие двойные, но я тогда не буду тоже покупать. Это левчик старый. Вот такой вот есть платок, но он не шелковый. Я его тоже оставлю. В общем, это... Да, я вот не знаю насчет этого свитера. Это вот сейчас они вывозили бины. Я взяла он в таких вот мотивах называется по-английски Nordic Style. Это компания Chaps. Chaps это самая дешевая линия компании Ralph Lauren. Он был на оценке магазине за восемь. Не знаю, здесь есть его имя, нет. Lead Table Chaps Red. Я не знаю, он тяжелый, он катоновый. Ну, вот это вот и все, что я возьму. Пошла такую шаль. Вы знаете, она шерстяная. Это все это вышивка. Абсолютно все это вышивка. И сейчас я отойду. Сейчас вон эти дбины вывозят. Но я уже пойду. Потому что конца этому тогда не будет. У меня такое сильное впечатление. Это сделано очень качественно. У меня сильное впечатление по цветам и как это все сделано. У меня такое сильное впечатление, что это от компании Anthropology. Я думаю, я это куплю. И дома искать этого слона. что здесь нет нигде абсолютно никаких этикеток. Ничего не указано. Абсолютно ничего. Если кто-то может знает, может вы мне напишите или дайте ссылку на вот эту шаль этого слона слона не знаю. Тот что-то классное находит. Я нашла вот это на первый вид. себе. Новая с этикеткой с компанией Nordstrom. Это Kate Spade. Я не вижу здесь цены. Вот это вот было. И знаете, чем оно было? Оно было в клубе вот этих вот всех я не знаю каких назвать косынок, шарфиков и так далее. На вид они невзрачные и все. Это вот только вывезли где-то минут 10 назад. И видите сколько здесь шматя. То есть вот так вот надо проходить по этому шматю. Тоже какая-то и конечно же нужно подойти и стать возле меня. Потому что здесь никого нет. Здесь надо стать возле меня. Как обычно. Потому что там где стою я там всегда слаще. я думаю что они думают что я медом намазана что я что-то вытаскиваю постоянно. Классно. Что это такое? Какие-то гуси-лебеди. Гуси-гуси. Га-га-га. Тут вот тоже какая-то сумянка непонятная. Что это за шлямпом по official. не знаю что тут написано. Но логотип вообще похож на пряоду. Ну что-то official. Я не знаю кому-то надо этот official. Что это такое? Finito Studio такая вот легкая в листиках с блестком. Тут вот так кататься можно я не знаю. И знаете очень мало получается времени потому что нужно желательно по такому маленькому это от компании Harley Davidson это на собаку на собаку такая жилетка я не знаю если они даже идут это женская куртка это я почищу это легко чистится от компании Norface и это High Wind здесь вот надпись и я нашла вот эту это не так за много уйдет потому что она такая плюшевая тут куча детей бегает тоже от компании Norface это я думаю могу отдать мексиканцам я не хочу с вышивкой какая-то джинсовка я не знаю эту компанию я думаю что это не знаю джин здесь тоже нет здесь немного бабочка я не буду покупать что такое нужно вытянуть что то такое что то это на Christmas холодный светер на Рождество хочу сказать что тут вообще очень тяжело вот это все делать movie star ну хоть Madonna тут песню они включили Мадонны так и то неплохо это с нашей командой этот NFL Colts только для нашего штата видите вот это имя Дилета это компания Андреа Палыча не знаю может пока возьму мне кажется что она слишком такая постиранная думаю не возьму думаю что оставлю неизвестно что там по дном находится надо будет тянуть это все что это вам показать вот так вот лежат ткани какие-то лоскуты уже готовые только возьми и делай шивай фу пэтч думаю я их возьму здесь вот всякие лоскуты слушайте сколько у меня лоскутов сегодня будет я вначале потом отойду я гляну по чем они идут все это кучей продавать выставить это в одну большую кучу в одну большую кучу я не знаю нужно будет чтобы не взвесили здесь вот это вот тоже что это такое это какие-то остатки это какие-то остатки вот эти возьму так что тут еще что это такое это старая футболка вот лоскуты уже готовые NBC спорт она очень замызганная если бы не было такой замызганная бы ее купила бы тут лоскуты или что это куски какие-то это возьму все кто-то такое симпатично оно двухстороннее но я не вижу что это за компания симпатично это как куски какие-то непонятные они не квадратные ничего вот ткань пакет вообще вот это вот выкинули что тут вот этот лоскут и вот эти возьму вот это лоскут и возьму вот эти возьму что какой-то ткань для чтобы одеяло какое-то шить ну знаете большинство людей здесь большинство людей не все но большинство они не обращают внимание на эти лоскуты конечно тут потом будут такие женщины которые по шитью шьют и я у них видела в тачках тоже лоскуты но пока что я это все взяла